добрый вечер никого нет о здравствуйте татьяна так мы пока немножечко подождем когда к нам кто-нибудь присоединиться о hello махин будь хамед я сегодня в своем и чего я вишу да а что же мне делать а теперь напишите мне как меня слышно и как меня видно поставьте там плюсики или чего-нибудь все мне машут спасибо всем привет добрый вечер я он настя машет мне так все нормально я уже не вишу или как о все хорошо отлично алина привет леночка привет спасибо что вы ко мне пришли так значит сегодняшнем пости я писала про бренд и писала про корпоративный бренд и обещала вам что вечером мы с вами поговорим о личном брендинге так вот ну личный бренд понятно что человек делает его сам да и в отличный брендинг он делится на два вида скажем так спонтанный личный брендинг и сознательный личный брендинг но название говорят сами за себя я так думаю но все равно у вас прошу значит кто еще и считает какой брендинг лучше поставьте единички если вы считаете что спонтанный брендинг лучше и или поставьте двоечки если вы считаете что сознательный ли личный брендинг лучше классно это про тебя а это хорошо или плохо насти а сегодня у всех виснет так двоечку вижу алина двоечка то ли правда виснет то ли вы мне ничего не ставите ну ладно два человека ответили верно значит смотрите в спонтанном брендинге понятное дело на то он и спонтанный там просто хаос все она там само по себе как-то развивается само по себе умирает как бы человек особо не париться вы меня извините я тут приболевший несколько вот поэтому иногда буду значит а что касается сознательного брендинг сознательный брендинг значит отличительную идею вы выбираете сами да то есть вы ищете в себе чем я такой классный чем я отличаюсь от других значит есть четкий образ у окружающих людей которые с вами ассоциируются то есть вот если там они между собой разговаривают ну допустим человек вот себя позиционирует как много путешествующий там любит это дело хорошо в этом разбирается прям такую гуру да к нему можно обратиться за советом и вот люди между собой разговаривают и там например говорят там ну вот чё там света на наше битта чё света ну как всегда поехала путешествие учет света ну ты же знаешь как обычно там вот то есть вот уже у людей с этим человеком которые себя правильно позиционируют да у них уже есть определенная ассоциация вот значит и на бренд работают все ваши действия то есть ну опять же мужу там в качестве примера будем это рассматривать путешествующего человека и значит если вот человек например там рассказывает всем про путешествие там что-то рассуждает на эту тему а сам вообще туда не ездит ну это как бы не катит вообще то есть если ты такой умный так ты давай ехай потом рассказывай нам там делись нам этим всем вот значит поэтому нужно обязательно то есть если вы себя так позиционировали значит нужно обязательно не только разговаривать но нужно обязательно делать то есть должны быть действия значит и нужный результат привод в если выполняются вот эти три вышесказанных пункта то нужный результат достигается конечно в разы быстрее чем если бы вы все это пустили на самотек там как она будет это и хорошо вот ну то есть всем понятно что вот сознательный личный брендинг это лучше все понимают там что надо много работать и что с этим делать вот на сегодня я хочу пойти от обратного и рассмотреть такие вот типичные ошибки этого брендинга то есть если учила человек по позиционирует себя без самоидентификации то есть у него нет что значит самоидентификация как правило целевая аудитория это в общем ты сам да и если ты сегодня говоришь одно завтра говоришь другое тебе кидает просто из одной крайности в крайность то это грубейшая ошибка не бывает так если вот ты себе поставил какую-то цель ты к этой цели идешь она не может у тебя за один день осуществиться то есть на это надо время и когда люди видят что ты до этой цели дошел а потом поставил себе новую цель вот и у тебя поменялось до самопозиционирование то это уже совсем другое дело вот вот тут потом то о чем я уже сказала что у человека нет никаких значимых поступков потом есть такая вот ошибка еще у людей они боятся критики критики не надо бояться ни в коем случае вот я считаю наоборот если тебя никто не критикует это значит вообще твое присутствие никто не замечает но не бывает такого чтобы всем вот прям вот всем всем нравилась одна и та же вещь даже вот взять тут основном женщины да там взять платье там какой-нибудь один скажет вау какое классное другую скажу господи как это вообще можно на себя надеять правильно потому что у людей разные мнения и если бояться критики тогда можно вообще ничего не делать потому что все равно кто-нибудь но будет вас критиковать от этого никуда не уйдешь вот дальше не нужно перекладывать ответственность ну ответственность работу по созданию своего личного бренда не нужно перекладывать там на каких-то консультантов ну не на не на там нанимать фирму иск и говорить им слушайте ребята давайте вы сделаете из меня вообще крутышку да это самостоятельная работа человек должен делать это сам вот если вы на этом пути то надо это запомнить вот ну что вы хорошо вот сейчас да идет продвижение бизнеса в социальных сетях так нужно понимать помнить что если вы себе наработали какую-то аудиторию пусть даже очень большую эти функциональные связи они со временем пропадают если вы не будете нарабатывать новых связей вот этих функциональных то те связи ослабли утратились и все и вы остались у разбитого корыта поэтому этому о чем это о том что останавливаться не надо что надо всем время двигаться вперед надо всем время делать и последний пункт это желание быстрых результатов то есть если человек такой так все начинаю значит я это все двигать и у него раз так это по щелчку и ничего не сдвинулась там за недельку да нужно себе понимать что персональный бренд он строится долгое время а только потом он будет монетизироваться ну я надеюсь что это вообще очевидное такое я сказала в конце ну вот пожалуй это основные такие недостатки но и вернее основные такие ошибки на которые если вы находитесь может быть в начале только пути этого стоит обратить внимание спасибо вам большое что вы ко мне пришли спасибо вам большое что у меня послушали я вам желаю хорошего доброго вечера и крепкого крепкого сна спасибо огромное до свидания до завтра